В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в пражской студии Яшовка Тургаев. Здравствуйте! Вначале краткий анонс основных тем выпуска. Переговоры по Сирии в Астане. Участники решали, как обеспечить мир сразу в четырех зонах конфликта. Тем временем сирийские повстанцы вошли в самую укрепленную боевиками ИГИЛ часть Ракки. Богатство Бакиева. Что стало с имуществом бывшего президента Кыргызстана? После национализации объектов, принадлежавших Бакиевым, выяснилось, что не все их имущество было переведено на баланс государства. Как один гектар земли на Держинке могли продать именно за такую маленькую сумму практически одна квартира стоит в Мешкеке. Хвасон-14. Северная Корея объявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Новость об этом транслировали на огромном экране на главном вокзале Пхеньяна. Если Северная Корея проигнорирует наше военное предупреждение и продолжит провокации, мы открыто предупреждаем. Режим Ким Чен Ина будет уничтожен. Долгожданный рейс. Первый самолет из Ташкента прилетел в аэропорт Иссыкуля. 200 узбекских пассажиров в Кыргызстане встретили по всем правилам восточного гостеприимства. В Астане начался пятый раунд переговоров по урегулированию конфликтов в Сирии. В столицу Казахстана прибыли представители стран-гарантов России, Турции, Ирана, делегация правительства Сирийской Арабской Республики и специальные представители Организации Объединенных Наций Стефан Демистура. Как отметил глава правительственной делегации Сирии Башар Аджафари, единственной ключевой темой нынешней встречи стало обсуждение порядка обеспечения мира в выделенных зонах деэскалации. С нами на связи наш корреспондент Айнур Коскина. Айнур, здравствуйте. Ранее заявлялось, что в Астану прибудут представители вооруженной военной оппозиции. Участвуют ли они в ходе переговоров? Шавкат, здравствуйте. На данный момент известно, что в Астану прибыли 9 представителей вооруженной сирийской оппозиции. Накануне прошли двусторонние переговоры с закрытыми дверями. На повестке дня пятого раунда переговоров – это выработка механизмов реализации меморандума, создание четырех зон деэскалации, который был подписан странами-гарантами во время предыдущей майской встречи. Напомним, что одно из основных положений меморандума – это установка контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов. Плечевое значение имеет такие вопросы, как определение самих границ этих зон, а также определение, это прежде всего, конечно же, касается стран-гарантов, определение и обсуждение между ними вопроса о контроле над функционированием этих зон деэскалации. Планируется также, как это было заявлено, странами-гарантами обсудить вопросы разминирования тех культурных объектов на территории Сирийской Арабской Республики, которые находятся под гарантией ЮНЕСКО, входят в список всемирного наследия этой международной организации. Источник нашей программы сообщил, что режим перемирия будет контролировать российско-турецко-иранский мониторинговый центр, который будет располагаться как на территории Сирии, но так и в Турции. Также страны-гаранты пытаются договориться по зонам деэскалации. Уже есть понимание по восточной Гути и Хомсу, сняты разногласия в районе Эр-Растана, есть вопросы по северному и южному региону, но эта тема находится в стадии обсуждения. Подобная информация появилась и в некоторых российских СМИ. Также стоит отметить, что в качестве наблюдателей в Астану прибыли делегации Соединенных Штатов Америки и Королевства Иордании. Делегацию США возглавляет заместитель госсекретаря Стюарт Джонс. По данным Министерства иностранных дел Казахстана, за ходом сирийских переговоров в Астане наблюдают более 180 журналистов. 80 из них представляют зарубежные СМИ. На пленарном заседании ожидается подписание итоговых документов, в случае, если они будут согласованы странами-гарантами. Шавкат. Спасибо, Айнур. Тем временем из самой Сирии приходит сообщение, что курдские и арабские бойцы, которых поддерживает США, вошли в наиболее укрепленный район Раки. Ее удерживали боевики экстремистской группировки «Исламское государство». Как сообщает Би-Би-Си, повстанцы сломали стену старой части города. Им помогала международная коалиция, которая разрушила две секции исторической стены Рафика. По данным повстанцев, перед началом наступления Ракку обороняли около 4 тысяч боевиков. Би-Би-Си также сообщает, что во время битвы за город погибло много мирных граждан. По неподтвержденным данным, до 100 тысяч жителей Раки оказались отрезаны от внешнего мира. Боевики не позволяют им покинуть зону боев. Напомним, город Рака был захвачен группировкой «Исламское государство» в 2014 году. Боевики провозгласили Ракку столицей своего халифата. Ее захват, по мнению международной коалиции, которую возглавляет США, нанесет по боевикам решающий удар. В Кыргызстане все еще не утихают споры вокруг имущества семьи беглого президента Курмамбека Бакиева. После революции 2010 года новые власти национализировали владения Бакиевых. Однако сейчас выяснилось, что многие объекты так и не были переведены на баланс государства. Кому они сейчас принадлежат, выясняли наши коллеги из Кыргызского бюро радио «Свобода» Азатык. В 2010 году декретом Временного правительства было национализировано 47 объектов, принадлежавших Бакиевым. Некоторые из них остаются собственности государства, другие проданы с молотка, а есть и объекты, которые все еще дожидаются своих покупателей. Список 47 объектов, национализированных декретом Временного правительства. Три земельных участка. 17 зданий. 7 единиц автотранспорта. Доли в 19 предприятиях. Один жилой комплекс. Об имуществе младшего сына Курмамбека Бакиева Максима, отобранного у людей, есть разная информация. Мы посетили некоторые из вышеназванных объектов. Этот коттедж, построенный полностью из труба сосны, находится на территории пансионата «Витязь». В свое время здесь отдыхал Максим Бакиев. Двухэтажное строение свободно вмещает 14 человек. Есть даже теннисный корт, не говоря о других благах. Сейчас же этот коттедж за 28 тысяч сомов в сутки сдает в аренду фонд по управлению государственным имуществом. Мы в селе Чоктал, в пансионате «Солнышко». На его территории находятся коттеджи, принадлежавшие супруге Курмамбека Бакиева Татьяне и их старшему сыну Марату. Почему-то руководители и «Витязя», и «Солнышко», назначенные государством, наотрез отказались от комментариев. Дворец матери ничем не уступает, а возможно даже превосходит в чем-то апартаменты сына. Коттедж Максима украшает мебель темных цветов, а матери больше по душе пришелся золотистый оттенок. Всего времени передачи не хватит, чтобы рассказать о сказочной жизни Бакиевых на берегу Иссыкуля. Поэтому вернемся к спорным объектам. 18 января этого года по инициативе депутата Каната Исаева была создана специальная депутатская комиссия по расследованию имущества Максима Бакиева. Комиссия сделала достоянием общественности данные о том, что земельный участок в 1 гектар 28 соток по адресу улица Скрябина 4545А в Бишкеке был незаконно выведен из-под ареста и продан в частные руки. То есть суды выносили нужные решения. Яркий пример это Скрябина 4545А, когда имущество принадлежит близким Бакиева, то есть фактически принадлежало Максиму Бакиеву, впоследствии снимается с ареста и продают. Между тем стало известно еще об одном ненационализированном объекте из имущества Бакиевых. Спецрасследование по нему для информагентства Фергана проводила журналист Эльнура Алканова. Бывшая гостиница Алато на бульваре Эркиндык в 2009 году при загадочных обстоятельствах была продана компанией Гольфстримстрой за 4,2 миллиона сомов. Иначе говоря, гостиница Алато была продана партнером Максима Бакиева. Как один гектар земли на Держинке могли продать именно за такую маленькую сумму. Практически одна квартира стоит в Бешкеке. И потом выясняешь, что за эта компания. И выходит, что там учредителями являются Ульяна Пак и Денис Гладышев. Люди, аффилированные с Максимом Бакиевым, которые уже приговорены заочно к 30 годам лишения свободы. После апрельской революции 2010 года гостиница Алато была продана за 5 миллионов сомов бывшему сотруднику госагентства строительства Кужбаку Джайчиеву. В декабре 2012 года Джайчиев продал ее в 20 раз дороже за 100 миллионов сомов компания Кыргызмунай. Бывший сотрудник госагентства строительства наотрез отказался дать интервью на камеру. Но он рассказал, что не получил никакой прибыли от купли-продажи гостиницы. А оформили на его имя объект путем угроз влиятельные люди. Таджикские депутаты подвели итоги своей работы и отправились на каникулы. Как отметили журналисты, аккредитованные в парламенте, заключительное заседание прошло без каких-либо споров и дискуссий. За 10 месяцев работы депутатами было принято 176 законопроектов. По словам аналитиков, самыми резонансными из них стали новый конституционный закон об основоположнике мира и национального единства, лидере нации. Согласно которому, Эмамали Рахмон был объявлен основателем независимого Таджикистана. Из закона золотой амнистии, принятый в честь 25-й годовщины независимости республики. Под нее попали 12 тысяч осужденных, приговоренных и отбывающих наказание граждан республики. Политзаключенные в их число не вошли. Но настоящей сенсацией стало решение отменить поправки в закон об органах нацбезопасности, согласно которым сотрудники спецслужб могли в исключительных случаях беспрепятственно проникать в жилища граждан, в том числе для установки подслушивающих устройств и видеокамер. Парламентарии Кыргызстана тоже ушли на каникулы. Депутаты Чухар-Кукинеша провели последние заседания. За сессионный год они приняли 186 законов и провели 67 пленарных заседаний. То есть на каждом собрании депутаты принимали примерно по три закона. Однако наблюдатели за деятельностью парламента остались недовольны работой депутатов. Они считают, что большинство законов принимались с грубыми нарушениями регламента. Репортаж наших коллег из Кыргызского бюро радио «Свобода» Азатык. Народные избранники ушли на каникулы с чувством исполненного долга. Завершилась вторая сессия шестого созыва парламента Кыргызстана. За всех депутатов отчитался спикер Ченывай Турсумбеков. За сессионный год депутаты приняли 186 законов и провели 67 пленарных заседаний. То есть на каждом собрании депутаты принимали примерно по три закона. Правительство всех многих стран занимается именно законотворчеством. К сожалению, у нас пока все наоборот. В какой-то мере где-то 53% законопроектов не правительство, а 47% наши депутаты. Это говорит о том, что вообще-то большинство наших депутатов действительно активные депутаты. Наблюдатели за деятельностью парламента считают, остаются проблемой по дисциплине посещения пленарных заседаний. По-прежнему игнорируется регламент и процессы голосования. По разным оценкам, только треть из рассмотренных парламентом законопроектов были обдуманы и результативно проголосованы. Там, например, 130 зарегистрировано, сидят 30 человек. Эти 30 человек берут и голосуют за других. И что странно, спикер абсолютно не соблюдает. Он не призывает депутатов соблюдать. То есть очень многие законопроекты, если мы посмотрим с марта, это точно, с марта этого года они были рассмотрены в отсутствии курума. В числе самых обсуждаемых законов года — внесение поправок в Конституцию. На этой почве противостояние было развалено и сформирована новая коалиция. Политологи отмечают, в куларах Белого дома до сих пор остаются обиды и наблюдается сильнейшее внутрифракционное дробление. Этим составом парламентариям предстоит проработать еще три года, если не будет новых-то срочных выборов. Распад парламента будет более вероятным, если на этих президентских выборах победят оппоненты президента. Оппоненты, то есть нынешней власти, тогда им не выгодно. Потому что им не выгодно, не очень удобно будет сотрудничать с этим парламентом. Тессионный год запомнился и неоднозначными инициативами депутатов. По версии одного из интернет-изданий, самым креативным депутатом был назван Тазабек Икрамов. Именно он предлагал установить перерыв для пятничного намаза. Сам парламентарий на журналистов не обижается. В целом, нынешний созыв политологи считают самым послушным. Говорят, что активная часть оппозиции вытесняется за стены парламента. А пока главный ньюсмейкер из страны на каникулах. И новый политический сезон начнется уже осенью. Помочь детям в Таджикистане станет проще. Для пациентов, нуждающихся в срочной операции, появился новый ресурс. Чтобы сделать пожертвование, теперь даже не нужно выходить из дому. Достаточно набрать короткий номер 1718 и выбрать сумму, которая будет списана с баланса телефона. По неофициальным данным, каждый год в стране умирает несколько тысяч детей, так и не дождавшись помощи врачей. В основном, это пациенты с различными заболеваниями сердца. Репортаж Анушурвона Арипова. Так случилось, что мой старший сын утонул. Я плакала, страдала. Но как-то я услышала детский голосок. Выбежала во двор, а на пороге подброшенный ребенок. Вызвала врача. А он сказал, что ребенку только три дня. Врач спросил, сдадите ли ребенка в милицию. Ну вот так у нас появился еще сын. Абдурахмону Кабилову 6 лет. Сегодня он ничем не отличается от обычного здорового ребенка его возраста. Играет с друзьями и родителями, учит алфавит и беззаботно проводит время. Трудно поверить, что еще три месяца назад Абдурахмон быстро уставал. Практически не выходил из дома. Синел при каждом активном движении. Врачи обнаружили у него сложный порог сердца. Так называемая тетрада фало. Я бы не смогла собрать деньги на операцию. 1100 самани – зарплата. Если бы копила на операцию, то до сих пор пришлось бы деньги собирать. По данным врачей, операция Абдурахмону стоит порядка 4000 долларов. Эта сумма для его родителей неподъемная. Отец перебивается случайными заработками, а мать, инобат, преподает в школе. К поиску средств подключилась общественная организация «Милосердие» Дилсузи, сотрудники которой начали активную кампанию в социальных сетях, чтобы собрать необходимые деньги. Сейчас все хорошо. Честно говоря, не ходит, а бегает все время. Домашние шутят, что ему моторчик установили. Уже в больнице после операции кругами бегал все время. Раджа Абхалимов – директор общественной организации Дилсузи. Помогать детям он начал после того, как у его сына обнаружили порог сердца. У меня родился сын с порогом сердца. Очень порог сложный. И когда я понял, что там сразу в роддоме сказали, что три этапа операции было. И потом я искал деньги, потому что я не мог найти сумму. Обратился я в фонды Москвы. Они сразу мне помогли, прооперировали. И вот когда первый этап моему сыну сделали, ко мне начали люди звонить, узнавать, как ты прошел, как ты деньги нашел. Потому что у них такая же ситуация. Ну и по ходу пошло. Я начал помогать и другим. Фонды и общественные организации, занимающиеся сбором средств на детские операции, в основном ведут свою работу через социальные сети, интернет-сайты, рассылая посты о детях, которым нужна помощь. Только за прошедший год, благодаря активистам благотворительных организаций, среди которых особенно активный ДИЛСУЗИ, были проведены более 200 операций детям с различными этиологиями порока сердца. Счет, конечно, мы уже не ведем, потому что это очень много. Я даже вот иногда звонят и спрашивают, я даже не могу их вспомнить. Дело в том, что с каждым разом люди обращаются все больше и больше. А помочь сразу всем тоже нереально и не получается. И вот идея в этом-то и возникла, что СМС, если мы охватим вот эти 4 сотовые компании, у нас по сборам деньгами и быстрее будет, и эффективнее. В Таджикистане, по неофициальным данным, ежегодно рождается до 6 тысяч детей с пороком сердца. Около трети из них из-за недостатка средств умирают, не дождавшись хирургической помощи. Считают независимые эксперты. У многих нет доступа к интернету, и они не знают о существовании благотворительных организаций, которые могут помочь их детям. Новый короткий номер позволит привлечь к благотворительности не только пользователей интернета, но и большинство граждан республики, имеющих доступ к мобильной связи. Набрав номер 1718, они смогут пожертвовать любую сумму, а деньги будут списываться с баланса мобильных телефонов. Это, по мнению авторов, идеи в разы ускорит сбор средств и поможет спасти сотни детей. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Таджикистан. Далее в программе. Твасон-14. Северная Корея объявила об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты. Новости об этом транслировали на огромном экране на главном вокзале Пхеньяна. Если Северная Корея проигнорирует наше военное предупреждение и продолжит провокации, мы открыто предупреждаем. Режим Ким Чен Ина будет уничтожен. Долгожданный рейс. Первый самолет из Ташкента прилетел в аэропорт Иссыкуля. 200 узбекских пассажиров в Кыргызстане встретили по всем правилам восточного гостеприимства. Северная Корея объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Она пролетела почти тысячу километров и упала, по данным Японии, Южной Кореи и США, в Японском море в исключительной экономической зоне. О запуске Хван Сон-14 сообщило северокорейское государственное телевидение. За испытаниями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ин. Запуск прошел в преддверии саммита Большой Двадцатки, который пройдет в Гамбурге в конце этой недели, где мировые лидеры будут обсуждать вопрос ядерных и ракетных испытаний КНДР. Лидер КНДР Ким Чен Ин неоднократно грозил США ракетными ударами. Хваст Сон-14 была выпущена по траектории, при продолжении которой ракета могла бы достичь Аляски. И хотя, по оценке военных экспертов, до остальных штатов северокорейские ракеты долететь пока не в состоянии, этот запуск вызывает беспокойство. Как на новый выпад Пхеньяна отреагировали в Америке и в соседних странах? Расскажет Екатерина Бучнева. Жители Пхеньяна за воск первой межконтинентальной ракеты КНДР встретили овациями. Новости об успешных испытаниях транслировали на огромном экране на главном вокзале столицы. Меня переполняет эмоция от осознания того, что наша страна, у которой самые сильные ядерные средства сдерживания, самая могущественная страна в мире. Этот запуск по сравнению с предыдущими действительно прорыв, и в регионе на него отреагировали весьма нервно. Она преодолела высоту в 2,5 километра, пролетела 900 километров в течение порядка 40 минут и упала в водах Японии в 300 километрах от полуострова Ога. Китай выступает против нарушений Северной Кореи резолюции ООН по ракетным запускам и призывает ее воздержаться от таких действий и вернуться к переговорам, необходимым для достижения мира. Если Северная Корея проигнорирует наше военное предупреждение и продолжит провокации, мы открыто предупреждаем, режим Ким Чен Ына будет уничтожен. Но главный зритель этого северокорейского шоу — по другую сторону океана. Межконтинентальную ракету Пхеньян запустил аккурат в День независимости США, которым неоднократно грозил ракетными ударами. Президента Трампа новости застали посреди ночи. Отреагировал он, как обычно, в Твиттере. Северная Корея только что запустила очередную ракету. Этот парень может сделать что-то лучшее со своей жизнью? Не могу поверить, что Япония и Южная Корея продолжат с этим мириться. Может быть, Китай предпримет жесткий шаг по отношению к Северной Корее и покончит с этой бессмыслицей раз и навсегда. Такие шуточки показывают, наверное, что, ну, в общем, наконец, президент Трамп послушал своих советников. А советников, надо сказать, он назначает хорошо, здесь надо отдать ему должное, которые ему объяснили, что военные мероприятия невозможны, что санкции не особо работают, что на переговоры надежды нет. Короче говоря, с этим придется примириться. Ну вот, видимо, до какой-то степени будем надеяться, что это до него начинает доходить, что хорошо. Вопрос КНДР обсудят на саммите Большой двадцатки в Гамбурге в конце этой недели. Премьер-министр Японии Синдзо Аббл уже призвал Россию и Китай занять более жесткую позицию в отношении Пхеньяна. Но прорыва, по мнению профессора Сиульского университета Андрея Ланькова, ждать не стоит. Теоретически, в перспективе, конечно, нужно договариваться о замораживании, о том, чтобы северокорейцы больше не взрывали, не стреляли. В обменном, опять-таки, придется что-то дать, и, скорее всего, немало. Но пока ни сами северокорейцы не готовы к таким переговорам вообще-то, ни американская сторона не готова, потому что воспринимает это тоже не без оснований, как выплату денег шантажисту удачливому. В общем, это тоже так и есть где-то. А результаты? Ну, никаких результатов. Перспективу войны эксперты считают нереалистичной. А вот рост милитаристской риторики и наращивание американского присутствия в регионе вполне. Пока же лидеры обмениваются угрозами, жители Токио и Сеула все чаще проводят учения на случай ракетного удара. Екатерина Гучнева. Настоящее время. Самолет с узбекскими туристами авиакомпания «Узбекистан Airways» впервые приземлился в международном аэропорту Иссыкуля в селе Тамчи. На борту рейса из Узбекистана находились около 200 человек. В честь этого события самолет из Ташкента полили водой с двух гидрантов. Для туристов расстелили красную дорожку, а девушки в кыргызских национальных костюмах угощали прилетевших пассажиров бурсоками. Теперь рейс из Ташкента будет летать на Иссыкуль еженедельно до конца августа, пока не закончится пляжный сезон. Это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфирах своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго и до встречи у эфира.